Привет, друзья! С вами Кирилл. На этом канале мы вместе исправляем самые частые ошибки, которые можно допустить в английском языке. Сегодня поговорим об очень типичной ошибке русскоговорящих студентов. Неправильном употреблении слов how и what в вопросах. Оба слова how и what входят в топ-100 самых часто употребляемых слов английского языка. How значит как, каким образом. What значит что. В русском языке очень часто вопросы начинаются именно со слова как. Как он выглядит? Как тебя зовут? Как это сказать по-английски? Поэтому неудивительно, что часто возникает желание построить предложение по аналогии с русским языком и употребить слово how везде и всегда. Давайте разбираться на практике. Как говорить правильно? Предположим, вы общаетесь с другом, и он начинает вам рассказывать о своей девушке, с которой вы лично еще не знакомы и не знаете, как она выглядит. И вы хотите поинтересоваться, как она выглядит, чтобы представить себе ее внешний облик. Если в этой ситуации вы спросите how does she look like, это будет ошибкой. Когда мы спрашиваем о внешности человека, ждем общего описания, высокая, невысокая, брюнетка, блондинка, длинные или короткие волосы, мы должны употребить слово what. При этом не забываем, чтобы сказать «выглядеть определенным образом», употребляем выражение to look like. Итак, как она выглядит, какая у нее внешность, на кого она похожа, what does she look like? И возможный ответ. She's tall, blonde, looks a bit like Nicole Kidman. Если мы хотим спросить о характере девушки, какая она, чем она интересуется, чем занимается, мы также употребим слово what. What is she like? Возможный ответ. She's smart, good-natured and reads a lot. Итак, запоминаем. Как она выглядит? What does she look like? Какая она в плане характера и описания человека в целом? What is she like? Возникает вопрос, когда мы все-таки можем употребить слово how и можем ли вообще? Ответ – да, можем, но понимая разницу в смысле. Мы можем спросить – how does she look? И это значит, как она выглядит именно сейчас. То есть мы ожидаем не общее описание внешности, а конкретный односложный ответ – хорошо или не очень, похудела или поправилась, постриглась или обновила гардероб. Возможные ответы – she looks happy, she got a new haircut. Также мы можем спросить – how is she? И это уже значит, как она себя чувствует, как она поживает, как у нее дела. Потенциальный ответ – she's fine, she's doing great. Если попробовать свести нюансы употребления слов what и how к одному правилу, то можно сделать следующий вывод. Мы употребляем слово what, когда нас интересует общее описание чего-то – внешности, характера, особенностей. What does she look like? Как она выглядит вообще? Я никогда ее не встречал, опиши ее внешность в общих чертах. What is she like? Какой у нее характер и особенности? Опиши ее, она спокойная или темпераментная, с чувством юмора или без, любит покушать или книжки почитать. Мы употребляем слово how, когда справляемся о текущем состоянии чего-то, о самочувствии кого-то. Например, How does she look? Как она выглядит сейчас? Мы ждем односложный ответ о текущем состоянии – хорошо или не очень, изменила прическу или цвет волос. Мы не спрашиваем общую информацию о росте, цвете глаз и длине ног. Тот же принцип работает с любым другим подлежащим. Например, Я слышал, ты купил новую машину. Опиши мне ее в общих чертах – цвет, размер, количество дверей, колес. А теперь такой вопрос Как твоя новая машина? Ответ ждем – доволен ты или нет, нужно ремонтировать или она прекрасно работает. Пожалуйста, напишите в комментариях перевод следующих предложений. Как выглядит твой учитель? Опиши его внешность. Как поживает твой учитель? Как у него дела? Каков твой учитель? Опиши его характер. Надеюсь, что этот урок вам понравился. Если это так, не забывайте ставить палец вверх и оставлять комментарии. Спасибо за то, что смотрите. С вами был Кирилл. Совсем скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok